Куда уходят деньги? Депутаты вновь вышли в рейд, посмотреть, как проводят ямочный ремонт дорог в шахтерской столице. Объехав несколько улиц Караганды, народные избранники пришли к выводу, что обустройство проезжей части не везде осуществляется на должном уровне. Вместе с депутатами на осмотр дорог вышли подрядчики, представители технического надзора и наши корреспонденты. Это участок дороги по улице Баженова. Полтора километра проезжей части отремонтировали накануне. Все помнят местные ямы и поперечные трещины. Сегодня здесь лежит ровный асфальт. На ремонтные работы из местного бюджета выделили 6 миллионов тенге. Представители технадзора, коим выступает компания Казметинжиниринг, ремонтом остались довольны. Оценим данный участок, я, допустим, как с моей стороны, хорошо. А вот депутаты так не считают. Пройдя несколько метров, они обнаружили явное несовершенство проезжей части. На фоне свежеуложенного асфальта кое-где по-прежнему зияют ямы. Мы заслушали рассказывание технадзора о том, что осуществлялся качественный надзор за исполнением работ, ремонта. Но, как мы видим, 25-20% дорожного полотна надлежащим образом отремонтировано ямочным ремонтом. Оказалось, что ямы в план ремонта не входили. Отдел ЖКХ лотать эти дыры подрядчикам запретил. Все потому, что ямы принадлежат компании Караганды-Су. Раскопки коммунальщиков за счет государства никто устранять не собирается. Караганды-Су нам сказал, что ЖКХ не делает. Это по вине третьих лиц. Мы не делаем, не восстанавливаем. Они сами восстанавливают. У них же там тендер-проводка свела. Раскопки их, аварии их, пускай не восстанавливают. Ответственность перед третьими лицами пускай делают. Вы же сами знаете, что это недобросовестные люди. Недобросовестные организации, которые не восстанавливают. Получается, что все от таких ям открещиваются. А от этого общее впечатление от качества ремонта портится. Ямочным ремонтом охватили многострадальную дорогу по улице Дубовская до самого месокомбината. С проблемной ездой по этой трассе были знакомы все карагандинские водители. Последний раз дорогу ремонтировали в 2007 году. Из-за особенностей рельефа, трещины и ухабы здесь появляются прямо на глазах. 17,5 миллионов тенге на ремонт. Еще год передвигаться здесь можно будет без проблем, уверяют специалисты. Здесь подтопление было. Мы не могли найти источник подтопления. Ссылались на карагандосу, потом выезжала комиссия. Так мы не определились. Вот постоянно откуда-то вода здесь заходила. Поэтому здесь на следующий год мы будем рассматривать просто включение данной дороги в средний ремонт. С заложением полностью замена выборка земляного полотна, отсыпка, путовка и водопропускные трубы. Я думаю, если мы это все проделаем, сделаем такой комплекс работ, дорога будет стоять дальше. Пользуясь случаем, депутаты обратились к местным властям. Народные избранники призывают чиновников обратить внимание на разбитую дорогу по улице Гастелло. Планы по благоустройству этот участок пока не входит. Вот только здесь, говорят депутаты, не то что проехать, даже пройти невозможно. На самом деле мы видим, что тут необходимо ее ремонтировать, капитально ремонтировать. Поэтому мы будем выходить с этим предложением на власти городские. И желательно даже в этом году сделать ямочный ремонт. А если не получится, то заложить деньги и на будущий год сделать капитальный ремонт полной улицы. А это всем знакомая улица Гудермеская. Сюда депутаты приезжали два месяца назад. Тогда чиновники от ЖКХ обещали отремонтировать съезд к 91-й школе. Как говорится, обещанного не один день ждут. Дорогу отремонтировали, а вот до проблемного участка пока не дошли. К концу нынешней недели обещали управиться. По итогам выездной комиссии в рабочем порядке депутатами будет составлен график работы и предписания, которые будут согласованы и рекомендованы в отдел ЖКХ. Напомним, в текущем году на ремонт дорог была выделена рекордная сумма – более 2,5 миллиардов тенге. На сегодняшний день ямочным ремонтом охвачено 57 участков дорог. 16 из 55 улиц средний ремонт уже увидели. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.